здравствуйте в сегодняшней серии я расскажу о материале который называется алькантара как он сделан из чего сделано более подробно можете прочитать в википедии я расскажу лишь только о том как я с ним работаю работаю я с ним давно давно и плюсах минусах которые в процессе моей работы вы являлись с этим материалом значит на рынке у нас представлена в основном два вида алькантары фирма у них одна но два вида то есть это настоящий алькантара которая более дорогая и чуть дешевле которую тоже выпускает тот же завод но с небольшими техническими недоработками я так полагаю потому что он дешевле где-то на 1000 рублей за погонный метр значит первое у нас вот такой каталог это которая алькантара не дорогая цена ее можете посмотреть сколько стоит продается на в кальпу в компании альтаграция выбор цветов соответствующий компания альтаграция можете посмотреть предыдущие ролики там я рассказывал проекта кожу они еще и к кожу продают так вот этот настоящий алькантара которая по имеет полноценный цикл изготовления каталог соответственно больше цветовая гамма есть очень очень красивые цвета есть перфорация но типа перфорация на самом деле не перфорация это имитация перфорации так значит теперь расскажу какая бывает алькантара какой мы пользуемся значит алькантара бывает без основная и в дешевом варианте и в более дорогом без основная без основной алькантара идет в основном на те места которые в которых нуждается растяжение необходимо точнее растяжение извиняюсь вот это потолочки различные элементы где надо тянуть алькантара это ручки перетягиваются в общем там где ее надо тянуть вот на сиденьях используется немножечко другая вот дальше идет алькантара на основе вот на такой основе тряпичный основа хлопчатобумажная не тянется ребята и это в дорогом варианте и в дешевом варианте не тянется и есть на поролончике вот на таком поролончике здесь примерно 3 миллиметра куда используется если честно я ни разу в жизни не пользовался на поролончике ну куда-то используют раз выпускают но в наличии очень редко бывает не все цвета перфорация да замечательно да но опять же не все цвета имеются в наличии как правило только ходовые в основном мы пользуемся обычными каталогами обычный перфор обычные алькантары без соответственно имитации перфорации значит чем они отличаются визуально ребят я отличаю их очень легко дело в том что первосортная вот такая алькантара вот она очень благородная и действительно красивая на вид то есть здесь я не знаю не передастся наверное вспышкой включена включена вспышка вот сейчас попробую передать да нет не передается вот эта вся красота алькантары то есть это вид искусственной замши вы наверное понимаете кто сталкивался со словом алькантара вы наверно понимаете для чего этот материал был придуман дело в том что замша она никак не может подойти на сиденье потому что она сразу у вас ляжет под задним местом и будет ужасно прям в первые дни алькантара это обычная имитация замши вот она ложится тоже ребят ложится она тоже скатывается через определенное время она тоже обладает определенными минусами но я ушел чуть-чуть от темы хочу короткий ролик сделать ребят ну уже четыре минуты значит вот дорогая алькантара она стоит в размере где-то в районе где-то четыре пятьсот четыре четыреста четыре пятьсот более дешевая где-то 3 300 3 500 где-то так чем отличается вот эта алькантара настоящая алькантара которая дорогая она все-таки очень красивая на вид я различаю четко более дешевая она у нее не так явно выражен вот этот вот вид замши он какой-то немножечко такой как будто прижатый мне не очень нравится но когда клиенты просят я беру потому что клиенты тоже деньги экономят хотя здесь незначительная разница потому что в машинах обычно алькантара используется посередине сидений а если вы перетягиваете салон там всего идет 1,8 метра на сидение то есть экономия у вас получается около 2000 на при перетяжке машины то есть я бы например взял бы настоящую нежели более дешевую потому что 2000 при цене перетяжки там допустим 33 за машину это не огромная разница ребят можно в принципе разориться на лишних 2000 вот значит это на потолочке используется на все обтянутые да я уже говорил на сиденье используется вот такая вот основная алькантара на основе для чего она на основе потому что понимаете да вы сидите если вы будете сидеть вот на этом и с подклеенным поролоном на вас быстро растянется в общем но и придет в не очень то так сказать в негодность вот это все-таки держит ткань хб держит но она имеет свой минус то что она не тянется ребят то есть если у вас какие-то места где надо чтобы немножечко она тянулась она у вас будет плохо тянуться так это есть так ну бывают значит моменты что не бывает вот ты звонишь на склад и не бывает тебе нужна допустим безосновная алькантара а тебе говорят у нас только на основе вот что в таком случае делается ребят проверенный способ годами все очень просто основа очень легко отдирается ребят находите уголочек подцепляете основу и потихонечку потихонечку вот так вот такими движениями снимаете ее то есть она снимает сейчас я вам покажу вот вот она вот таким образом снимается никаких нарушений не происходит снаружи ничего не будет видно она очень легко отклеивается то есть если вы вдруг не смогли купить без основы покупайте на основе всех двух каталогов двух фирм спокойно отклеивается никаких внешних это извините это пылинки они очень на спасает со вспышкой очень видны так вот вот такой вот остается обратная сторона ну а лицевая никаких изменений не происходит вот отклеивайте смело мотоциклетные сидения вот например к сожалению те которые надо тянуть мне приходится делать алькантару на середину безосновную потому что с основой она просто не тянется и будут складочки так что на мотоциклах приходится использовать безосновную алькантару ну или отдирать основу особенно если она попадает на перегибы так значит теперь что происходит с алькантарой после эксплуатации во время эксплуатации простите вот во время эксплуатации с алькантары происходит то что она начинает лосниться все-таки начинает лосниться и на ней появляются катышки вот я видел это на volkswagen карава карава каравелла или кара ну по-моему каравелла да ребят ну вы понимаете о каком микроавтобус вот они с завода выпускают серединке алькантары потом volkswagen еще есть обычные седаны тоже я видел что они очень сильно лоснятся и начинаются появляться ска катышки вот как это можно убрать ребят вот на сайтах там пишут что алькантара моется водой все это ерунда мы с братом пробовали вот эти все их способы которые на сайтах пишутся вы не можете помыть серединку вот эту помыть допустим вывод здесь испачкали а здесь у вас чисто если вы начинаете здесь мыть алькантара меняет цвет навсегда она хуже не становится но она совершенно другая становится то есть если вы испачкали здесь вам придется мыть целиком всю алькантару потому что она изменит цвет и у вас будет видно границу переход между этими самыми между мытым и немытым я проверял много раз там так что немного раз несколько раз я проверял в общем этот вариант либо вы алькантару моете целиком ну либо не пачкаете то есть ну и соответственно алькантара очень боится всех очистителей кондиционеров они не отмываются ребят если у вас по бокам кожа а посередине алькантара то будьте добры чтобы тот кто чистит или вы чистите или кто чистит не дай бог не дотронулся до алькантары очистителем кондиционером пропитывается и остается жирное пятно от воска там это на основе воска все вот от воска не и никогда больше не отмывается пойдете чистить химией а химия плохо на кожу действует так что ребят алькантара хороший материал очень красивый теплый материал и зимой не мерзнете и летом на нем не жарко не потеете вот но и к нему надо немножечко аккуратнее относиться чем скажем к тем же кожаным сиденьем ну за кожей там другой уход я расскажу потом как за кожей за сиденьями ухаживать потому что я видел свои работы которым были было по три по четыре месяца что люди с кожей делают вот и видел и к работать под которым восемь лет вот и люди просто на седьмом небе от счастья от того что что с кожей ничего не происходит все правило главное правильно ухаживать за любым материалом так что еще вам рассказать про алькантару ребят 10 минут сейчас еще по подумаю так ну проклеи я потом отдельную тему сниму что клеить как клеить так ну ребят выбор из двух фирм то есть более дорогая это как она называется алькантара точка ру или от алькантара с у и альта грация наберете альта грация это метро ленский проспект улица вавилова телефон я не гарантирую я просто каждый раз иду в интернет и набираю вот там по факту по наличию здесь за день до этого самого дота за день за заявку делаете на следующий день приезжайте забираете вот материалы не складывайте лучше скручиваете в рулончики все материалы которые я при перед это самое вам говорил надо скручивать в рулончики кожа вот я брал свое время кожу в компании которая возила настоящую завода швайцер швайцер монтан убрал ребята на восьмом году закрылась в 2008 из-за начала так сказать проблем у нас в россии вот все кожи хранится в рулонах дело в том что материалы боятся заломов абсолютно все так ну ребят если что-то еще про алькантару я вспомню я добавлю в каких-то последующих роликах а так в общем то все основные вещи я вам рассказал больше здесь никаких секретов нет как шьется я тоже буду потом рассказывать я всего лишь пока перечисляю материалы кстати есть еще третья фирма где продается материал очень похожий на алькантару это компания макс ком я в разделе кожа вам говорил что компания макс ком занимается продажей кожи и по моему там говорил я что там есть у них и материал похожий на алькантару ребят там у них где-то четыре вида четыре по моему четыре пять видов алькантары точнее материала похожего на алькантару он у них на называется но совсем не алькантары понятно это торговая марка вот он очень хорошо у них тянется и он имеет такой вид искусственные замши так что в принципе можете съездить у них в каталог взять в макс коми так ну и все наверное все остальные компании которых я был это ну и совсем жалко имитация алькантары ребят предложить я больше никому не могу там вся алькантара на тип нет извините типа алькантары типа ну замшем и замшевый материал он подходит только для перетяжки мебели ребят он не подходит для перетяжки машин смотрится он ужасно вот так что большое спасибо это будет наверное третья часть из материалов подписывайтесь на канал ждите следующего видео